Всем привет привет! Сегодня я хотела бы рассказать о своих двух посылочках с сайта iHerb, которые я недавно получила. Если вам интересна такая тема видео, то пожалуйста оставайтесь со мной и приятного аппетита! Начать я пожалуй хотела бы с трех средств. Я продолжаю ознакомиться с фирмой Desert Essence, которая представлена на сайте. Мне нравятся очень яркие и красивые упаковки и конечно их довольно хороший состав. И я взяла три средства для волос. Это шампунь с бальзамом и спрей для волос. Итак, начну пожалуй с шампуня. Вот такой вот шампунь. Это шампунь с малиной. Значит он выглядит вот так вот прозрачный обычно. Консистенция. Он пахнет, кстати, не сказать, что малиной или возможно это натуральная малина без ароматизаторов. Довольно слабенько пахнет и такими просто ягодами, не сказать, что малиной. Очень хороший состав у него. Здесь идет на первом месте алоэ, сок алоэ. На втором месте экстракт малины. Затем идет кокосовое масло, содиум, кокосульфат, конечно, коконат. Ну и всякие другие вещи. Вот этот шампунь идет для нежного очищения и шелкового блеска с малиной. 100% веганский, без глютена. Содержит оригинальные листья красной малины, оригинальный экстракт черники. Укрепляет волосы, придает им естественный блеск. При постоянном использовании волосы выглядят гладкими, здоровыми и блестящими. Ну вот, сейчас сегодня я ими мыла. Вот можно посмотреть, как выглядят мои волосы. Довольно блестящие, действительно. Действительно гладкие. Он очень хорошо пенится, кстати, несмотря на свой органический состав. Очень хорошо очищает волосы, не сушит их. В общем, шампунем я осталась полностью довольна. И то, что органический состав, это не может не радовать. Да и сама упаковка, конечно, очень-очень радует, как она смотрится в ванной. Ну и, конечно, я взяла к нему кондиционер. Он вот такой вот немножко другого цвета. Вот. А здесь уже идут маленькие такие стаканчики. Вот. У него точно такой же состав, очень хороший. Да, он уже более густой. И вот так вот белый. Выглядит аромат у него практически точно такой же. Он богатый, содержит богатый комплекс натуральных масел, экстракт малины для мягкости и блеска волос. Нужно подождать 2 минуты и потом смыть. Вот. Конечно, он содержит алкоголь все равно. Хотя написано, что 100% хороший состав. Ну, в целом он мне также очень понравился. Он действительно смягчает волосы, делает их мягкими, приятными на ощупь, шелковистыми. Поэтому этой парочкой я осталась очень даже довольна. Вот такой вот шампунь и кондиционер. И стоили они по 6 долларов. Довольно экономично. Но еще больше я осталась довольна вот этим спреем. Это спрей-кондиционер с кокосом, как можно видеть. У него очень удобный спрей-дозатор обычный. И он очень-очень приятно пахнет кокосом. Я обожаю запах кокоса и все, что с ним связано. Вот. И поэтому я, конечно, не могла мимо него пройти, когда делала заказ. И этот спрей, повторюсь, меня очень-очень порадовал. Значит, стоил этот спрей 6 долларов 72 цента. И он призван защищать волосы от теплового воздействия. Так как я сушу волосы феном, он мне очень даже необходим. Содержит он кокосовое масло, масло жжоба, экстракты различные, помогающие для того, чтобы питать волосы, питать ломкие волосы, восстанавливать влагу. Также он содержит экстракт агавы, который помогает восстановить здоровый блеск. Пантенол, провитамин В5. Действительно, состав у него неплохой. После воды идет глицерин, затем кокосовое масло, экстракт, сиропы агавы, соевый протеин, пантенол и так далее. Сок алоэвера. В общем, хороший состав. Он не утяжеляет волосы, не делает их липкими, грязными. Но он очень хорошо пахнет, оставляет этот аромат кокоса практически на весь день. Мне очень нравится, как выглядят волосы после него. Вообще, вот эти три средства мне очень порадовали. Действительно, он ухаживает. И надеюсь, что защищает мои волосы от теплового воздействия. Ну и, конечно, запах кокоса, конечно, просто-просто обалденный. Очень я им осталась довольна. Так, следующее, что я заказала, это был вот такой вот экстракт черники. Так как я сейчас, моя новая работа связана с компьютером, я сижу в виде него компьютера, то, конечно, мне необходимо их принимать, этот экстракт черники, чтобы мое зрение не ухудшилось. Приобрела себе его. Стоили они 11 долларов с копейками там. Здесь 90 капсул. Они очень легко глотаются, потому что они вот такие вот желатиновые черные капсулки. Запаха практически никакого не имеют. Его нужно принимать, написано, от одной до трех капсул, три раза в день. Я принимаю по одной капсуле, три раза в день. Хорошее средство, я надеюсь, что действительно они мне помогут не снизить зрение, так скажем. Содержит, значит, концентрат черники, хороший источник антиоксидантов. Не содержит искусственных консервантов, цвет каких-то подсластителей, нет крахмала или дрожжей, написано. Ну, в общем, вот такая вот, вот такие вот капсулы черники. Ну, потом уже закончу эту баночку, расскажу, как они мне понравились или нет. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что хуже от них точно не будет. Так, следующее, что было в моем заказе, это две вкусняшки. Вот такие вот вкусняшки. Это, я увидела их, по-моему, не помню у кого, наверное, у Станианы. Она их показывала в своем видео. Это чипсы манговые, так скажем, кусочки манго засушенные. Я где-то туда вставляла. Да, вот так вот они выглядят, вот такие вот желтенькие. Значит, здесь 63 грамма и стоили они 3 доллара. 63 грамма, 3 доллара, думаю, нормальная цена. В принципе, 100% органические написано, что здесь нету никаких вредностей, ни ГМО, ничего такого. Приятная вещь, такие сладенькие, приятные, но они очень-очень похожи на какие-то на обычные наши сухофрукты. На вот яблочки сушеные, потому что не увидела я яркого вкуса манго. Может быть, потому что я настоящий манго сладкое, вкусное, сочное, никогда не пробовала. Те, что продают у нас в магазинах, полузеленые, они какие-то безвкусные. Как-то мы покупали, мне вообще не понравились. Вот, а эти как-то отдают обычными сухофруктами. И все. Не увидела я, в общем, никакого, ну, так, в среднем, в среднем, так скажем. Но зато вот это, от этого я стала в полнейшем восторге. Так как я говорила уже, что я обожаю все, что связано с кокосом, то я не могла пройти мимо кокосовых чипсов. Здесь у нас 56 грамм, то есть немножко меньше, чем там. И стоили они 3 доллара 12 центов. Я обязательно-обязательно возьму себе еще их, потому что они мне безумно, просто безумно понравились. Я пыталась оставить здесь хоть что-то, чтобы вам показать, но, по-моему, я здесь так ничего... А, ну вот, по-моему, не ничего. Вот так вот они выглядели. В общем, увеличенная кокосовая стружка, так скажем. Кусочки такие вот небольшие. Обалденная вещь, просто обалденная. Мало того, что это действительно натуральный вкус кокоса. То есть они такие очень приятные на вкус, такие хрустящие, сладкие, ароматные, очень ароматно пахнут кокосом. И они даже как-то холодят. Вот берешь, какой-то холодок даже остается на языке. Но просто очень-очень мне понравились. Я бы таких, наверное, за раз, пачки две съела бы сразу же, потому что они, ну, просто обалденные. Очень-очень-очень мне понравились. Я обязательно возьму себе еще. Очень приятные чипсы. Не знаю, я таких вкусных никогда не ела. Так, и за 50 центов, то, что раньше давали бесплатно, взяла я в этой посылочке вот такие вот носочки. Это не пилинговые носочки, это носочки для увлажнения ног, я так понимаю. Сейчас я посмотрю. Стоили они 50 центов, хотя их цена 2 доллара 95 центов. Здесь также нужно написано увлажнить, потом нанести эти носочки на 20-30 минут, и потом что-то там будет. Что будет потом, я не знаю. Ну, я их еще не пользовала, расскажу уже потом в пустых баночках, когда использую, потому что совсем недавно я сделала пилинговые носочки. У меня сейчас очень хорошо ножки выглядят. Вот. Содержит экстракт алоэ вера, какое-то масло, масло шеи. Естественно, для того, чтобы ножки были более увлажненные, стали как у младенца. То есть, это просто увлажняющие носочки. Я думаю, сейчас я в ближайшее время их делать не буду, пока у меня ноги в хорошем состоянии. Но потом, когда они станут вновь такие более грубые, то я обязательно их попробую. Следующее, что я сделала во втором заказе, его я делала из-за минеральной косметики. После видео Анастасии Балашевой, которая рассказывала об косметике Everyday Minerals, который есть на iHerb, я решила заказать себе хотя бы два продукта на первый раз, которые больше всего ей понравились, и попробовать, что это такое хотя бы на лето. Тем более, когда не хочется перегружать кожу всякими тяжелыми тональными кремами, то захотелось бы попробовать минеральную базу и минеральный консилер. Взяла я такие два средства. Минеральную базу хотела я взять в другом цвете. А ну, а там очень трудно достать тот цвет, который тебе нужен, средне-бежевый, как он так называется. Я взяла вот такой вот, так вот она выглядит, а взяла в цвете Light Nytral. Так вот. Она немножко темновата для меня, но я думаю, сейчас я загорю, и на лето будет самое то. Ну, обычно у меня вот такая вот, такие вот дырочки. Попробую немножко вытряхнуть, чтобы показать, как выглядит она. Ну вот, конечно, так я ее не покажу. Вот тут она у меня. Довольно приятная текстура. Сейчас я активно ее пользуюсь, но я пока не могу приучить себя не пользоваться тональным кремом, а использовать только базу. Пробовала ее наносить без тонального крема, она не скрывает недостатки. К сожалению, какие-то покраснения, пресчики она не скрывает. Но зато она хорошо выравнивает тон лица. То есть, если кожа, например, без высыпаний, просто хочется приобрести красивый цвет лица, то я думаю, что она подойдет для этого. По крайней мере, лицо делает очень красивым, матовым, приятным на ощупь. В принципе, мне она понравилась. Конечно, пока я еще и не так активно пользовалась. Возможно, потом расскажу про нее уже или в фаворитах, если она мне понравится, или еще где-нибудь. Вот. Ну, конечно, очень интересно было ее попробовать. Значит, стоила эта база 12 долларов 99 центов. Ну, считай, 13 долларов. То есть, как бы не особо дешево. Здесь 4,8 грамма. Ну, я думаю, что мне хватит надолго. На 2 лета минимум мне хватит, если не больше. На это лето и на следующие точно. Вот. Пудру я брать не буду, потому что у меня от Флоранс еще минеральная пудра есть с прошлого лета. Вот. И новую базу мне очень интересно было попробовать. Также, как и консилер. Вот такой я взяла консилер. Он, по-моему, там идет в одном цвете. Стоил он аж 9 долларов, кстати, не так дешево, за 1,7 грамма. Ну, тоже у него такая же, такие же дырочки. И мне, что не очень понравилось, он очень-очень светлый. Sunlight называется у меня. И он выбеливает прям у меня область вокруг глаз. Вот. Сейчас я попробую показать его. Вот он какой светлый. Он аж выбеливает область вокруг глаз. И, как бы, я пока не могу к нему приспособиться, честно говоря. Ну, попробовать было интересно. Буду попробовать приспосабливаться. Ну, думаю, что будет стоящая вещь. Вот такие два средства я взяла. Второй посылочке. И, конечно, я не могла пройти мимо вот такого вот спрея-закрепителя мейкапа от Эльф. Тоже я слышала хорошие отзывы у девочек. Вот в такой вот упаковке он был. Вот так вот он выглядит. Хотела я взять в Иване, но потом решила, что все-таки в любом случае от Эльф будет лучше хотя бы по составу даже. Не так, может быть, как по действию, как по составу. Сейчас посмотрим, кстати, какой у него состав. Так я даже не обращала внимания. Стоил он всего 3 доллара. Здесь в составе у него алоэ, зеленый огурец, чай, ой, зеленый чай, огурец, витамины А, С и Е. Не испытан на животных. Ну, конечно, без каких-то вредностей не обошлось. После воды идет АМР, акрилат, аллилова, метакрилат. Короче, очень какой-то. Потом токоферон, ацетат, ретинил, пальмитат. И потом уже только экстракт зеленого чая, огурца и алоэ. Ну, вот такая вот вещь. Обычный спрей. Значит, он без запаха. Я его использую сейчас каждый день с утра. Ну, не знаю, действует он или нет, но, по крайней мере, мне хочется надеяться, что он действует и что у меня... Ну, по крайней мере, я не замечала, что у меня макияж к вечеру плыл. Хотя сейчас, конечно, особой жары нет. Я взяла его, когда будет сильная жара. А вот использовать так, чтобы с утра обрызнулся и посмотрим, как он будет до вечера. Ну, надеюсь, что он защитит мой макияж от влаги, от износостойкости, как написано здесь, предотвращает цвет от выцветания и от расплывания. Легкий, удобный, бесплатный алкоголь. Без алкоголя, то есть, такой вот тоник. Ну, надо его распылять после нанесения макияжа. 12-16 дюймов, написано от лица, с закрытыми глазами. Понравилось мне это средство. Мне кажется, что он действительно закрепляет макияж. Не знаю, может быть, это самовнушение, конечно, но я не замечала, по крайней мере, что вечером у меня что-то расплывалось где-то. Так, следующее, что я заказала, это был, опять же, спрей для лица. Вот такой вот. Ну, это уже как термальную воду я взяла на лето использовать. Я его поставлю в холодильник потом. Но вообще, сейчас я и так же активно пользуюсь. Я использую или использую ее после умывания, когда хочется просто освежиться в течение дня, с утра, когда просыпаюсь. В общем, классная вещь. И, конечно, за чего я взяла, у нее очень большой такой хороший объем. Конечно, из-за этого не возьмешь ее с собой, но у меня маленький есть от икраши там с грейпфруктом, а этот у меня будет дома стоять. Стоил он 12 долларов практически. Это восстанавливающее средство для волос и кожи, то есть можно использовать также на волосы, в состав которого входят витамины, минералы и аминокислоты. Полученный из древности растительного вещества содержит минералы и аминокислоты, 68 минералов и 12 аминокислот. Состав здесь довольно хороший, в любом случае лучше, чем я хотела взять от Фаберлик спрей лед, который всем известный на лето, но Леночка в своем видео, Елена, говорила, что у него плохой состав, я его брать не стала. Вот, ну я думаю, что это в любом случае лучше, чем в Атфаберлик средство. В общем, использовать как термальную воду на лето просто супер, я думаю, в любом случае. Ну, можно использовать вместо тоника на ночь, можно протирать лицо, как можно даже в кубике, то есть универсальное средство с таким количеством минералов и аминокислот. Вот, хорошая вещь, я рада, что его взяла, тем более у него очень удобный распылитель, он мелкодисперсный, распыляет на все лицо. Сейчас как раз освежусь. Ой, супер. Такое освежение, он, кстати, совершенно без запаха, он действительно волос, лицо становится такое более освеженное, правда, оно у меня сейчас начнет блестеть. классная вещь, я очень рада, что его взяла. Вот такой вот крем для глаз, так, вот такой вот, это крем для глаз с укрепляющим комплексом, стоил он 8 долларов 40 центов, в такой вот маленькой коробочке, от фирмы Reviva Labs. Выглядит он вот так, это плотненький довольно крем, здесь была защитная крышечка, вот такой вот кремик, имеет аромат такого обычного советского крема для лица, как из детства. Написано, что он содержит специальные травы для того, чтобы укреплять кожу, выравнивать ее тон, выводить токсины, а также он должен бороться с мешками под глазами, гусиными лапками, синяками, подходит для всех типов кожи, вот, содержит уникальный травяной комплекс, растительные экстракты для улучшения кровообращения и растительные разные масла от сухости. Состав у него тут много-много всего написано, но более-менее натуральный. Кремиком, в принципе, я осталась довольна, он довольно плотный, его надо так постараться, чтобы хорошо распределить, конечно, я использую его на ночь в основном, он хорошо увлажняет лицо, не оставляет пленки, в принципе, кремом я осталась довольна, хороший уходовый крем для век, но, как бы, вот, особого эффекта, так скажем, я сейчас им пользуюсь, наверное, недели две уже почти, да, но особого какого-то эффекта я пока не вижу, возможно, потом появится этот эффект, не знаю, после 30, после того, как я его буду уже подходить к концу, потом в пустых баночках я расскажу про него подробно, вот, ну, то, что он без парабенов, это уже радует, то, что там растительный комплекс, всякие полезные вещества, меня радует, поэтому, я думаю, что этим кремиком я буду довольна, буду с удовольствием пользоваться, и потом уже расскажу, как он мне понравился или нет. Так, ну, и последнее, что было у меня в посылочке, я взяла также за 50 центов, это вот такие вот патчи под глаза, это также они гелевые, гелевые патчи, а я одни уже использовала, выглядят они вот таким вот образом, вот, я наносила их вот так вот, ну, как бы тоже особого эффекта я не увидела от них, хотя они действительно хорошо приклеиваются, на один раз, один раз приклеил, в принципе, написано, что также производитель, кстати, Южная Корея снижают фен линий и морщины и оставляют область вокруг глаз увлажненной и мягкой, да, они действительно увлажняют хорошо, оставляют кожу увлажненной и мягкой, да, и написано, что разработаны специально для уменьшения тонких линий морщин вокруг глаз без раздражений и всего такого нехорошего ну конечно куча всяких химикатов содержат в составе что не очень хорошо из хорошего виду вижу только витамин е калин и экстракт апельсина и все остальные какие-то поликарбонаты с орбиты ну в общем за 50 центов решила попробовать хотя конечно это баловство видимого эффекта вряд ли от 4 патчей видишь и подарок не был наконец-то мне пришел вот такой вот сантиметр мне давно нужен был у меня старый весь порвался уже думаю да что ж такое всем присылают а мне какую-то фигню вечно присылают ну вот наконец-то мне пришел сантиметр чему я не сказано рад вот это было все что я получила своих последних двух посылочка сайта надеюсь я вам была чем-то полезно спасибо всем за внимание увидимся в следующих видео пока